На ваших экранах последствия пожара в сарае частного домовладения в поселке Затон. Хозяйка несколько дней разводила в деревянном строении костер, чтобы просушить овощную яму. В один момент она отлучилась домой и случился пожар. Начальник познадзора обозначает две фатальные ошибки. Использование открытого огня и оставление процесса на самотек. Ну, я даже видел, помню, в ведро какие-то угли и спускают. Ведро, угли, то есть зачастую газовыми горелками, то есть у нас открытым способом, то есть категорически делать нельзя. А ведь есть менее рискованные способы подготовить помещение для хранения урожая. Существует много различных репеллентов. Это такие, как серная дымовая шашка, например, как один из вариантов. Либо можно прибечь к электровентилятору. Но долго им пользоваться тоже нельзя, чтобы не перегрузить электрическую сеть. При этом важно, чтобы обогреватель был заводской, исправный, с целым проводом и электропроводка была в порядке. При использовании печки в погребах и ямах нужно убедиться, что печка без прогаров и никакие искры с углями не вылетят, что дым нормально выходит через трубу и угарный газ не грозит. Даже если вы собираетесь сушить яму самым идеальным способом, обычным проветриванием, спешка не нужна. Важный момент. Перед тем, как спускаться в овощную яму, нужно проверить, а есть ли там чем дышать. Поэтому берем свечку, зажигаем и на расстоянии вытянутой руки опускаем ее вниз. Если свечка нормально горит, значит кислорода в яме хватает. Ну а если она тухнет, значит тут скопление разных газов и лезть туда сразу не советуем. Поэтому желаем всем садоводам аккуратной, а главное безопасной подготовки к хранению урожая. Антон Старостин, Михаил Мрошкин, телекомпания Соль-ТВ